Белорусскую вакцину от COVID-19 запустят в оборот в 2023. Решение мотивировано тем, что на тот момент будет циркулировать совершенно иной штамм вируса, которому и приспособит препарат. Из резервного фонда президента выделены дополнительные средства на борьбу с пандемией. С начала года в бюджет здравоохранения направлено более 7,5 миллиардов рублей и зарасходовано уже около 6. Доля энергии от возобновляемых источников в общем энергетическом котле Могилевской области составляет 13%. Этого показателя удалось достичь благодаря государственной программе по энергосбережению. К примеру, за последние пять лет в регионе количество ветровых установок и солнечных модульных станций увеличилось в два раза. Госконтроль выявил 30 преступлений по выдаче денежных средств в конвертах с начала 2021. Ущерб государству внушительный – более 7 миллионов рублей. Обращаются за помощью чаще всего сами граждане. Это можно сделать анонимно, не боясь последствий от работодателя. Для тех, кому рекомендаций недостаточно, чтобы исправить теневые дела, ужесточили законодательство. Теперь за серые выплаты, уклонения от налогов и страховых взносов грозит уголовная ответственность. Белорусский Красный Крест начал новые этапы выдачи ваучеров уязвимым категориям граждан. Поддержка направлена на людей с инвалидностью, с доходом ниже бюджета прожиточного минимума и многодетные семьи. Помощь денежная. Общий объем средств составляет 270 тысяч. Закуплено и распределено по областям 2000 чеков на сумму 135 рублей. Раздать их должны до 15 ноября. Сегодня в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник повара. Дата была установлена в 2004-м по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. По традиции в кафе и ресторанах проводятся различные гастрономические конкурсы, мастер-классы и акции. Оценки ставят не только за вкус блюд, но и за скорость приготовления, новаторский подход к привычным сочетаниям продуктов, а также за внешний вид при подаче.